Пьяные дебоши или драки подростков в общественном транспорте периодически хулиганят. Но в последнее время нашлась управа на нарушителей. Всё чаще компании-перевозчики обращаются к Росгвардии для того, чтобы установить тревожные кнопки в транспорт. Особенно популярен гаджет у таксистов. Андрей работает таксистом около пяти лет. За это время случаи были разные. Порой приходилось и самому отбиваться от подпитых пассажиров. Пару месяцев назад Ульяновец установил кнопку. И вскоре она пригодилась. В одном из ресторанов компания из трёх человек занесло в царство Диониса. Сначала в кабаке совершили противоправные действия. Подрались, оскорбили, всё сделали, вышли. Начали ко мне приставать, машину пинать и всё такое нехорошее. Чтобы дальше к людям не приставали, они не на улице или что-нибудь не творили нехорошее. Естественно, вызвал. Нажал тревожную кнопку, приехали. Через сколько приехали? Примерно минуты две где-то. С момента вызова росгвардейцы приезжают в течение двух-пяти минут. Собираются они быстро. Каски и бронежилеты надевают за несколько секунд. Электротранспорт в этом месяце тоже будет напрямую связан с правоохранителями. Первый трамвай оборудован кнопкой в начале июня. Связано это с трагическим случаем, который произошёл в Ленинском районе в мае, когда после потасовки в городском трамвае скончался 13-летний мальчик. В первых числах июля заключён контракт на оснащение ещё трёх трамваев и одного троллейбуса. Лето, скорее всего, оборудуем весь подвижный состав Ульяновского электротранса. И будем реагировать на все сигналы тревога именно с Ульяновского электротранса. Как предполагает майор полиции Игорь Горбунов, кнопка будет востребована у контролёров в трамваях. Ведь безбилетники бывают и агрессивными. Установить средства экстренной связи может любое физическое и юридическое лицо. Стоимость обслуживания – 250 рублей в месяц. Для справок можно обратиться в Управление вневедомственной охраны по адресу улицы Ленина, дом 65 или по телефону 412161. Виктория Черкова, Герман Баранов. Управда ТВ.